На областной станции переливания крови предновогодний ажиотаж. Чем ближе к праздникам, тем больше желающих стать донором. Только за последние два месяца зарегистрировано более 300 желающих поделиться своей кровью. Но итоги года подводить пока рано, поясняют врачи. 31 декабря официально рабочий день. И этот список еще может пополниться. Есть в регионе и профессиональные доноры с солидным стажем. А тех, кому не жалко и не все равно, в нашем материале. За день до Нового года она спешит сделать еще одно самое главное дело. На станцию переливания крови Светлана Губская приходит раз в месяц. И так уже 18 лет. Это моя карточка, да. Но это она у меня уже не первая. Их, наверное, штук 8 было. Когда-то донорская кровь спасла жизнь ее дочери. После родов возникли осложнения. Потребовалось срочное переливание. С тех пор Светлана решила, будет помогать другим. Ребенка спасли один раз моего. А я, может быть, спасла многим. И помогла многим женщинам иметь здоровых детей. Сдают кровь и плазму на тромбоциты. Из нее делают специальную сыворотку, которую вводят женщинам, чтобы предохранить от гибели плода и осложнения, связанных с резус-конфликтом. Есть такая категория доноров, которые называются изоиммунные доноры. Это женщины резус-отрицательные, у которых во время беременности появляются антирезусные антитела. И этот иммуноглобулин в качестве лечебного и профилактического препарата вводится таким же женщинам. И, в общем-то, предохраняет детей от появления у них такого осложнения, как гемолитическая болезнь новорожденного. Вместе со Светланой кровь сдает ее дочь Анфиса. Уже 4 года. Едешь на подчередную сдачу крови, уже думаешь, кому ты сегодня, возможно, жизнь спасешь. Буквально недавно я сдавала кровь, не кровь, а плазму, вот на этих аппаратах, на тромбоцитах, сдавала роженицу и младенцу, которые после тяжелых родов. Мою плазму ждал сам ночмет, чтобы побыстрее бы ее забрать и увезти. Вот и сейчас хочет успеть сделать кому-то самый главный подарок. Перед Новым годом на станции, как ни странно, небывалый наплыв доноров. Работать здесь будут и 31-го. Подводить итоги года еще рано. У нас целых два рабочих дня. Количество крови, плазмы и компонентов крови, которые мы получили, оно соответствует полностью плановым показателям и обеспечивает все лечебные учреждения области. Как отмечают специалисты, дефицита крови сейчас нет, зато желающих ей поделиться хоть отбавляй. Другое дело Светлана и Анфиса, обладательницы редкой группы. Их кровь ждут везде и всегда. А дома в поселке Просвет Волжского района их ждет целый детский сад. Всего у почетного донора семь детей и девять внуков. Все живут в одной трехкомнатной квартире в обычной двухэтажке. И тоже надеются на новогоднее чудо. Сатьяна Потоцкая, Александр Каракулько, Новости губернии.